Эффективным показателем ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы. И более половины специализированных кои, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными. При этом крайне важно, что уровень тестирования на наличие вируса в этих субъектах стабильно высокий. То есть все случаи новые выявляются очень оперативно. Добавлю, сам Мишустин продолжает проходить лечение в больнице. Он принял участие в заседании по видеосвязи, уточнили в пресс-службе правительства. В России наметилась тенденция к снижению ежедневного прироста новых случаев коронавирусной инфекции. Этот показатель вновь обновил минимум за последние полмесяца и упал ниже отметки в 9 тысяч. Следует из ежедневной сводки оперативного штаба. За сутки зарегистрировано 8 тысяч 926 заболевших. Всего за время пандемии в России выявлено почти 290 тысяч 700 случаев новой инфекции. Общее число выздоровевших превысило 70 тысяч. За сутки выписаны 2836 человек. Умер еще 91. Всего по стране 2722 летальных исхода. В Москве число выявленных случаев за сутки снизилось до апрельского уровня и составило 3238. Больше 80% новых пациентов – люди младше 65 лет. 9% среди них – детям, сообщил оперативный штаб. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом. Все регионы добились стабилизации ситуации. При этом Попова отметила, что придерживаться санитарно-эпидемиологических правил и использовать средства индивидуальной защиты нужно будет даже летом в жаркую погоду. О том, как правильно утилизировать маски, рассказал официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с ковидом доктор Александр Мясников. Сейчас во многих районах России действует масочный режим. Как показывает статистика, это не может не радоваться. Большинство с пониманием относятся к этой мере. Например, в Москве маски и перчатки носят 97% жителей. Поэтому у некоторых возникает вопрос, а как правильно утилизировать средства индивидуальной защиты? Специалисты ВОЗ считают, что использование маски можно выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Маска может представлять опасность в момент, когда ее снимают с лица. Поэтому после того, как сняли маску, обязательно помойте руки. А вот спустя некоторое время она уже не опасна. Представитель ВОЗ в России Милита Войнович заявила, что риск передачи вируса через маски связан не с бытовым использованием, а с больничным, так как там наблюдается высокая инфекционность. Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирус. Он показывает наличие или отсутствие инфицирования на самых ранних стадиях. Об этом сообщается на сайте Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано, куда входит разработчик теста. В компании заявили, что тест обладает точностью в более чем 96%. Результат будет готов через два часа. При анализе будут использовать пробы, взятые со слизистой оболочки рта, носа или глотки, либо мокроту из легких. Первые партии тест-систем уже готовы к отправке в регион России. Ранее сообщалось, что созданные в нашей стране...